Ребят, всем привет, с вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этот раз у нас просто офигеть какая новость. Перед началом видеоролика, как всегда, ставь лайк, подписывайся на канал и забирай промокодик на онлайн кинотеатр ОКО, который подарит вам 30 дней подписки Optimum за 1 рубль. Активируй, если что, ссылочка в описании, и давайте начнем. Начну, пожалуй, со вчерашней новости о том, что Microsoft вдруг объявила о повышении цен Xbox Live Gold. Если что, вчера вечером я уже записал об этом видос, хотел выложить прямо сейчас, сегодня, но уже, так скажем, тема поменялась, уже тот видос, который я записывал чуть ранее, он уже напрочь неактуальный. Вчера официально Microsoft объявила о том, что она повышает цены на голд, а именно на 3 месяца, на 1 и на 6. И как бы на 6 месяцев она повысила довольно-таки сурово, и за 6 месяцев она потребовала там 60 баксов. Это вызвало просто капец какое негодование у игроков, я уже не знаю, как у США, но в России у нас в комментах ребята капец как сбаламутились, типа, что за фигня, поскольку если перевести 60 баксов на наши рубли, это получается около 4500. Если что, данное повышение цен должно было коснуться США, ключевых регионов, но не Россию, вроде как, опять же, по моей информации. Но, несмотря на это, все равно, как бы, очень много погундели. Короче, зайдите в новость о том, что голд повышается, вы увидите весь шум и гам, ну, короче, реально народ негодовал. Я уж не знаю, как в США, я за ним не слежу, но в России там было жестко. В итоге, сегодня утром выходит новость о том, что Microsoft напрочь отказывается от своих слов о повышении цен, что, ребята, это ошибка, сори. И самое главное, при всем при этом она объявляет, что она вводит бесплатный онлайн для фри-то-плей игр. Нет, пацаны, ну за это просто лайкусик, просто кто рад этой новости, просто лайкните этот видос. На самом деле, эта новость капец какая радостная, поскольку многие игроки не могли себе позволить подписку для онлайна, так скажем, но они хотели поиграть тоже в Fortnite и тому подобное. Кстати, если вдруг кто-то не понял, что такое фри-то-плей игры, это условно бесплатные игры, которые доступны бесплатно. В Warzone, в Fortnite, в Танке теперь можно будет в ближайшие месяцы играть бесплатно. Да, пока что эту фичу не ввели, но они говорят, что в ближайшее время это все будет доступно. То есть теперь, чтобы поиграть в такие игры, вам не нужно будет платить за подписку, вы просто покупаете Xbox, скачиваете эту игру и играете. Теперь подписка не нужна. Короче, это точно такая же тема, как на PlayStation, потому что на PlayStation тоже в Fortnite можно играть бесплатно, не платя за подписку, и теперь такая функция есть на Xbox. На самом деле, эта ситуация капец какая странная, потому что они только вчера говорили о повышении, вот сегодня они его просто убирают и вводят бесплатно онлайн для фри-то-плей игр. Либо у них в руководстве капец какой хаос, и они не понимают, что они делают вообще, да, потому что, ну, ситуация действительно странная. Либо это такой жесткий маркетинг. По типу, сначала ты делаешь что-то не так, на тебя выливается куча говна, а потом ты это отменяешь, еще вдобавок завозишь какую-то приколюху, и тебя возносят до небес. Я не знаю, какая истина, напишите в комментариях, что думаете вы, но в любом случае, мне кажется, новость офигенная. Также, для тех, кто не знал, я хотел бы показать игры по голду, вот такие вот игры нас ждут в феврале, и, как вы заметили, теперь их пять. Я, конечно, не знаю, всегда ли будет пять игр или нет, но в любом случае, февраль у нас получается довольно-таки радостный. Если вы вдруг до сих пор не играли в серию Герц, поиграйте, это, ну, просто отличная серия, попробуйте, реально попробуйте. Также я хотел бы отметить, что, скорее всего, вот этот бесплатный голд связан как раз-таки с этой темой. То есть то, что слухи ходили ранее о том, что они отменят голд, это, видимо, вот та самая новость, о которой мы сегодня говорим, о именно отмене голда в таких вот условно-бесплатных играх. Почему я так думаю? Дело в том, что, когда ходили все эти слухи о том, что онлайн станет бесплатный, там не было конкретики. Да, кто-то там говорил, что бесплатный голд, он будет потом и тому подобным, мы там работаем, это будет, мы его отложили и так далее. Но дело в том, что, опять же, не было конкретики о том, что бесплатный онлайн будет абсолютно для всех игр. Да, я прекрасно понимаю, что после таких новостей много кто фантазирует, да, и, ну, это сложно не сделать. Но так или иначе, мне кажется, что бесплатный голд, именно отмена онлайна платного, это вот как раз-таки в фри-то-плей играх. И полного, полного отказа от Xbox Live Gold, я думаю, ждать не стоит. Но самое главное, поймите, что это все-таки бизнес, и если они уберут голд, они, ну, достаточно потеряют прибыли. И, а кто хочет терять прибыль? Никто. И поэтому мне кажется, что онлайн абсолютно для всех игр, и, в принципе, с подпиской голд, они прощаться не намерены. В любом случае, даже при таком исходе, они потянут себе капец, как много игроков, потому что я заметил, что многие покупают консоли ради фри-то-плей игр. Ну, а так, новость реально радостная, да, я понимаю, что, как бы, мне радоваться нет смысла, поскольку у меня ультимейт продлен, там, до 23-го года, по-моему, но для тех, у кого все-таки не было возможности пользоваться онлайном, хотя бы фри-то-плей игр, это, это очень круто. Короче, вот такие вот радостные новости, если вдруг вам понравился видос, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, пиши обязательно свое мнение на этот счет, и большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok